Моя Родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина в Сибири необъятно велика Дело в чем? Это 14 октября Это уже где-то было минус 6, минус 8 Снег выпал Это зимний зимних сортов Это слава Мечоринска Для чего я его показываю А эта груша тоже 16 октября Тоже зима и тоже зимний сорт Я просто познакомлюсь с этими сортами Очень выигрышные фотографии Очень-очень-очень Вы постепенно, помните, я вначале показывал Мелбу, потом пошли осенние сорта И вот чисто зимние Вот так вот Как говорится, знакомые Ну и закончим все эти сочные голосные темы Вначале все было прекрасно Было собрано 90 посылок Вот Они были вот так вот собраны Все 90 Вот Они были Это последний Про нее особый разговор Начнем с него Итак, нашлась Я еще раз расскажу Почему? Потому что Сергея Станин себя подставили капитально Вот Когда я резал людям Когда я занимался продажей саженцев А они еще не занимались этим Вот Когда я резал саженцы Ну, представьте себе Что в таком саженце я отрезаю половину Вот Ну, вначале гляжу состояние корней Мог и две трети где-то отрезать Мог одну треть отрезать Ну, по состоянию корней Но резал всегда Вот Люди пили валидол Мужчины отворачивались Чтобы смахнуть невольную слезу Женщины плакали на взрыв Валидол глотали А я говорю Пожалуйста, до свидания Вон он рынок Кричайте Вот вам продадут такой И продавцу голову не придет обрезать Не то, что не обрезат Его и не заставите Я еще раз Каждые несколько лет я повторяю Свои любимые полуистории Полуанекдоты Вот Я вынужден это делать Мне как раз осталось полчаса поговорить Вот А все равно это садовая рассказа Кому нужно в первый час я все делал Учил садить дерево И семечко И скуде этого Все Я свой долг выполнил Смотрите дальше Итак, на рынке Я куда не приеду Он мне со мной говорил А я решил ей помочь И я сказал Понимаете Я не стал и одной вещей говорить Вот послушайте То ли с Каннска То ли с Ачинска Ко мне позвонили и говорят У вас такая там Призяла Я говорю Призяла Торговец Скажите ей Если еще раз приедет Мы морду набьем Вот так Ну примерно Может лопатой огреем Что-то в этом роде Мне стало жутко А она торговец Да Смотрите Минусинские саженцы Они не хуже наших Там даже на градус Два холоднее То есть если кто-то Их растет Значит И она не скупает У этих У азиатов Если А в то время Реже азиаты попадались А в основном Местные продавали Она скупщица Она там скупит Сюда приедет Продаст Вашинг приедет Продаст Вот Ужур приедет Боготол приедет Вот это ее работа Ну правда доигралась Что обещали Побить ее И вот тогда Я решил ее пожалеть Я При очередной А как на рынке А она уже тут Она несколько не тут А потом несколько не там На машине Качует Машина Типа фургана И набита саженцами И тогда я решил помочь Я говорю Понимаете Пожалуйста Отрезайте Это самое Саженцы Договоритесь с покупателем Чтоб он не возражал И режьте Режьте Тогда у него приживутся И к вам будет меньше претензий Я не стал говорить Что ее морду обещали набить Вот Но тем не менее Значит Я ей хороший совет дал Проходит год Я железа Иду по этой Она стоит И пробьет саженцы Возле нее покупатель Держит саженец в руках Вот Она меня увидела И с 5 метров Вот видите Крестючка Я ничего не выдумываю Все эти рассказы Жизненные Она берет секатор В руку и говорит Видите Видите Вот Видите А у нее саженец И когда он увидел И когда он увидел мужа Он как подхватился Как рванул Муж растерялся И говорит жене Слушай, ты что за народ Пошел Ни мне здрасте Ни тебе спасибо И вот такой он мне попался На рынке Вот Не сказал мне спасибо Не это Что я ему сказал Давайте Я сейчас вам отрежу Он схватил саженец Он не уходил с рынка Он убегал Боясь Что я догоню его И все таки отрежу Вот так она меня уела То есть Человек сам хочет Чтоб у нее погибло И вот Теперь Заканчиваем Говор Вот эти 30 саженцев Поехали Единственная посылка Поехала С помощью С помощью Таши этой компании Вот Еще Сергей говорит Взя, ты расскажешь Потому что мы же обманули их Мы не сказали Что там саженцы Вот Ну молчание Это еще не обман Вот Просто отправили Отправил вот друг Потому что его там сдали В этой компании И меня там сдали Вот Не один год торгуем И вот тогда Значит Я ему сказал Про себя Что вы халтурщики Что вы нищера не умеете Вращивать Что саженцы не обрезаны Не должны погибать А погибли А погибли потому что Они не моростойки И все ты услышишь Что вы натворили Ну эти же Сама жар Плакала Статьяну Что на весну сажен Что мало совсем Ну вот эти 30 Отказалась бы она Это Отказали Отказали и сказали Мы ни обрезаны Не отправляем Весной же Продажа И же В основном Их почти нет Мало стало Вот такой разговор Вот у меня лекция Вот они Эти саженцы Это Самый процесс был Когда их отправляли Вот Так Значит Пришлось все эти 90 Потом перепаковывать 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 Пусть я изменила правила Людей не предупредили Это было тягостно Сделал я фильм В этом фильме Я вам покажу Мы прикапываем Сердень саженца Заодно вас еще прикапывать Вот Потому что прикоп бывает Ловушка смертельная А бывает прикоп Который полезный Вот это Об этом есть отдельный фильм Вот то что Позвонили Сказали Готовьте еще полмиллиона Ну Представляете это Ну знаете Уже Коль уже взяли Коль уже договор заключен Коль Саженцы были Уже на почте Приняты были Не имеем права А кто А кто А мы тут при чем Как и жалели Наши почтовики Тоже чуть не плакали Ну Запрет Идет Не Саиногорска И даже Не Сабакана Вот Обидно Страшно Все эти коробки Были Разрезаны Вы видите Потом в фильме Разрезаны Перепакованы На меньшую Все равно Заплачивают Вот Еще раз скажу Почему Я помогу Хотя бы так Дело в том Что Она сказала Ну хорошо бы Чтобы владельцы Этих коробок А они Есть среди тех Кто покупал Тот Кто Вот Они сейчас тут Среди нас Видят Записи Видят Почему Да потому Что Откуда Они Про дистанцию Знают Только Из моих Фильмов Своих Лекций Значит Они Меня Слушат Хоть Половину Слышат Последние Слова Таня Были Вчера Вот Еще Парочку Догонку Коробки Разрезали Вот В те 80 Коробок Ушло Просто Так Разрезаны Целый День На просе Перепаковывали Таня С поморщиком Еле Живая Вот Почему Она Еще Ходит Не знаю Как Она Умудряется В температуре Вот Единственная Ее просьба Еще Константин Когда Будете Проводить Значит Вебинар Кто Может Вас Услышит Ну Еще Рублей 400 По 500 Добавить Чтобы Это Потому Что Она Заплачивает Я Рассказывал Я Ничего Не Величу Вот Я прошел Доллары Поменял Последние Свою Заначку Я их Называл Ну Знаете Как Гробовые Не Гробовые Но Поменял На 90 Тысяч Рублей Отдал Ей Вот Она Сейчас Еще Полностью Рассчиталась Ну Еще Рублей По 400 По 500 И Тогда Это И Когда Для Мне Сможет Долг Хотя Б Чистично Это Очень Тяжело Это Очень Борально Тяжело Когда Обманывают На Огромном Месте Ну Захотели Заработать На Людях Ну Предупредите И Не собирали В эти Посылки Ведь Они За Них Плачено Они Привезены С Абаканов С фабрики Вот Если Вы Решили Чтобы Покупали Только Ваши Которые Стоят Огромные Деньги Часто Больше Чем Сто Ставятся Копаши Коробки Покупали Предупредите Вот Так Обидно Страшно Получилось Это Не Коснется Следующих Покупателей 10 Или 12 Посылок Было Разрезано На Моих Глазах Сегодня И Прикоп То есть Нашлось 10 12 Которые Сказали Ладно Мы Подождем До Весны Вот И Все Ну А Прикоп Мы Умеем Делать Для Этого Специальный Фильм Вот И Все Ну А Эта Дама Которая Запретила Режет Вот Я Считаю Таня Совершила Ошибку Послала Бо Ее Отрежем Вышлем После Вот Она Получит Их Но Выкормить Дальше Осенью Без Обрезки На Так Ну Что Закончили Эту Тему Секреты И Мнения Ледового Присяга Вот Этот Товарищ Да Вот Фамилия Заика Интересная Фамилия Так Вот Это Его Снепя И мы Клея Почти Подступились Но Мы Не стали Прорабатывать Я Только Показал Вот Так Помните Продолжение Вебинар Где Его Манилиоза И Парша Не существует Вот Он Мой Учерик Но Экстремал Экстремист Манилиоза И Парша Существует Но Это я Горя Железу Вот Он Как бы Мою Поддержку Но Надо было Не так Написать Манилиоз И Парша Не является Причиной Болезни Деревен От следствия Болезни И садится Гриб И тот И тот Гриб И Манилия И Парша Садится Только На Мертвые Крески Это может быть Где-то Маленькое Пятнышко А где-то Целый Лист Мертвый Никогда Здоровая Ткань Не трогает Никогда Это ошибка Все Блемяще Вся Российская Это значит Только Наступила Весна Это Самая Извини Я Вмешался В этот Процесс Я Еще раз Благодарю за Эту статью Это Мою Поддержку Я Буквально Тебя Боготворю Дружище Манилез Вишня Это Миф И Речь идет Не только Вишня Вишня Уничтожает Двумя Способами Я Об этом Рассказывал Специально Уничтожает Но Они Не знают Что Они Уничтожают Вот И Тут Это Конечно Совпадение Дичайшее Тут Сейчас Будут Учить Тот Кто Нажмет Сюда Почитает Его Очень Толкова Шестоте Вот Вкратце Технология Зелеза Приобрел Сажен И Сделал Необходимую Важнейшую Обрезку Кроны Ну Нормальный Мужик Вот Действительно Здесь же Вам Научат Как Уничтожить Эту Вишню Да Что Это За Такое Ну Что Заканчиваем Разговор Да Пожалуй 42 Минуты Чуть Покороче Но Что Мог Я Вложился На Всю Душу Вот И Мой Друг Тоже Вложился На Душу Алтайский Друг Так Что Еще Да Мы Сейчас С Вами Переходим На Вот Сюда И Останемся На 10 Минут Нет На 5 Минут 10 Это Семь Надолго Все Разбегутся Устану Ждать На 5 Минут Нет На 5 Минут 10 Круто Че Дела Так Ну Что Ну Что Я На Кухню Подождите Здесь Самое Верное Вот У меня Уже В двух Местах Слушатели На двух Каналах Вот Один Из них Не Самые Мои Надежные Это Это Наша Гвардия Антон Привет Николай Привет Это Наша Гвардия Все Я Пошел На Кухню Я Быстро Быстро Не Успейте Разбираться Почему Вам Чай Закратить Продолжение следует Продолжение следует... 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 Продолжение следует...